МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кризис в московских аэропортах продолжается. Сотни мигрантов из стран Центральной Азии не могут улететь на родину. Здесь в основном те, кто не имеет в Москве съемного жилья. У всех на руках билеты на самолет. Коронавирус наращивает обороты и собирает новые жертвы. Всего в мире скончались более 19 тысяч человек. В Испании в домах престарелых случайно нашли тела стариков, скончавшихся от COVID-19. Мы живем в муках. У нас нет никакой информации. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкесской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Перед тем, как мы начнем нашу программу, важная информация. Как вы сами заметили, мы вышли в эфир на 3 часа раньше нашего привычного времени. Это связано с комендантским часом, который наступит в Бишкеке через 2 часа. Поэтому временно мы будем выходить в эфир в 18.05 по Бишкеку и Нур-Султану и в 17.05 по Душамбе. А теперь к новостям. В Кыргызстане два новых случая заболевания коронавирусом. На этот раз зараженных обнаружили в Бишкеке. Тем временем в столице, крупных городах и некоторых районах страны сегодняшнего дня вступают в силу чрезвычайное положение и комендантский час. Что это значит и что сейчас происходит в городе, расскажет Джибек Бегалеева. Она с нами на прямой связи. Джибек, привет. Ты целый день следила за ситуацией в Бишкеке. Что изменилось со вступлением в силу чрезвычайного положения? Расскажи, пожалуйста. Привет, Шавкат. Мы сегодня целый день ездили по городу, побывали в разных районах. И сказать, что ситуация кардинально изменилась со вчерашнего дня нельзя. Людей, в принципе, стало меньше, но они все же есть. Вот там за моей спиной, не знаю, может быть, сейчас видите, нет, гуляют люди, все еще ездят машины и, в принципе, людей так же, как и вчера. Все это время, но власти при этом очень серьезно будут ограничивать передвижение людей в дневное время тоже, кроме комендантского часа. Выйти из дома теперь нельзя будет без маршрутного листа, в котором мы должны упоминать не только пункты своего передвижения, но и какие-то личные данные. В мэрии Бишкека говорят, что то, что сейчас, в принципе, на улице есть люди, и кое-где даже наблюдается скопление их, это где-то перед аптеками, банками и магазинами. Все это временно, и с завтрашнего дня власти начнут уже строже следить за исполнением предписаний комендатуры. Давайте послушаем, что нам сказали в мэрии Бишкека. Сейчас по всему городу патрулируют машины, не обязательно только машины УПСМ, сотрудники правоохранительных органов. По решению коменданта города Бишкек даже на простых машинах объезжают и останавливаются возле каждого человека и объясняют, что ему нужно добраться домой. И это нормальная практика. Сегодня всего лишь первый день. Будем разъяснять, будем объяснять. И сегодня за целый день ни мы сами не столкнулись с милиционерами, или там не видели, чтобы милиционеры проверяли документы или маршрутные листы у кого-то другого, в принципе. И в комендатуре тем временем подготовили и разослали через интернет образцы вот этих вот маршрутных листов. И, в принципе, мэрии говорят, что бумажка — это формальность. Эти все данные, в принципе, можно заранее прописать в телефоне. И давайте послушаем еще раз, что нам об этом сказала советница мэра Бишкека. Нету ручки. Он может маршрутный лист даже набрать на своем телефоне, сохранить и показать. Сейчас современные технологии позволяют обходиться нам всем без принтера. И мы бы призвали всех горожан, которые сейчас требуют особых условий, просто понимать и принимать, что чрезвычайное положение введено впервые за долгое время. И отнестись с пониманием, что все меры предназначены для защиты здоровья каждого из нас. Джубек, вот было много вопросов о том, как будут работать журналисты. Будет ли им разрешено выезжать на съемки? Ну, действительно, вопросов было много, и они все еще остаются. А сегодня даже обсуждался вот такой вопрос, что журналисты, возможно, не смогут передвигаться по городу и фиксировать происходящее. Но сейчас, как нам стало известно, мы можем ездить на съемки, но должны иметь при себе специальную справку занятости. И речь идет, конечно, о дневном времени, а вот в вечернее время, во время действия комендантского часа, мы, так же, как и все граждане Кыргызстана, должны будем находиться дома. Шавкат. Джубек, большое тебе спасибо, всего доброго. Бурное обсуждение маршрутных листов в районах ЧП сразу же развернулось в социальных сетях. Люди полночи пытались понять, как же ими теперь передвигаться по городу, мастерили свои путевые листы и выкладывали их онлайн. Итоги ночных бдений лучшие примеры интернет-творчества собрала Дарья Тимофеева. Тема маршрутных листов затмила в соцсетях даже причину их появления – введения режима ЧП в Кыргызстане. По лентам разлетелись сотни постов, где отразилась вся гамма людских чувств, вызванных нововведением. Где взять маршрутный лист, который до сих пор в разработке еще не роздан, хотя ЧП введено? В год цифровизации главным документом станет бумажный маршрутный лист. Ситуация дошла до такого коллапса и маразма, что ее уже невозможно рассматривать через призму нормальной жизни. Как мы видим, голова жопа-вирус гораздо страшнее коронавируса. Неразъясненное новшество чиновников подтолкнуло народ к творчеству. Пока власти не предоставили образец маршрутного листа, в интернете каждый по-своему интерпретировал, как именно должен выглядеть этот документ. Красочные изображения демонстрировали путь от дома до аптеки, продуктового магазина и больницы. Немногочисленных разрешенных мест для посещения в дневное время. Ситуация подтолкнула пользователей сети к самовыражению не только через прозу и изобразительное искусство. Не обошлось и без поэзии. И я достаю из широких штанин доказательства бесценного груза. Запись в маршрутном листе верна. Я из глобуса с коньяком, балыком и арбузом. Не менее сильную реакцию граждан вызвало и заявление коменданта Бишкека. Замглавы МВД объявил вчера, ближе к полуночи, что все, кто не имеет бишкекской прописки, должны покинуть город. К слову, в столице уже многие годы живут и работают сотни тысяч человек из регионов. Вроде живу в своем доме, а прописанные сыкули, наверное, много нас таких. Что нам делать? Готовиться к депортации? У меня осталось 18 минут, чтобы свалить из Бишкека. И как быть тем, у кого прописка в другом регионе, но дом есть в Бишкеке и там не прописан? Им что, запрещено выходить? Прятаться? Пойманных во время ЧП в Бишкеке без прописки в городе будут отправлять в Италию. В поздней ночи власти дали разъяснения по маршрутным листам. Заполнять их можно самостоятельно, от руки. Главное указать, куда, в какое время и зачем направляетесь. Сегодня штаб по борьбе с коронавирусом уже создал и распространил образцы для заполнения. Дарит Мафеева, Тимур Тимаев. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Бишкек. Таджикистан отправит в российскую столицу самолет, чтобы забрать застрявших там таджикистанцев. Борт государственной авиакомпании Таджикэйр совершит сегодня специальный рейс по маршруту Душамбе-Москва-Душамбе. Прибытие самолета ожидается в аэропорту Домодедово в полночь. По некоторым данным, посольство Таджикистана сейчас направляет таджикистанцев, которые ожидают вылета в трех других аэропортах Москвы, в Домодедово. Накануне несколько граждан на условиях анонимности сообщили, что вчера их посетили представители посольства и рассказали, что вопрос организации их вывоза на родину решится в ближайшие два дня. Представители посольства попросили мигрантов прекратить общаться с прессой и дожидаться дальнейших указаний. Я напомню, 20 марта власти Таджикистана закрыли воздушное пространство для международных пассажирских перевозчиков. Было прекращено авиасообщение со всеми странами мира, в том числе с Россией. Из-за этого около 400 таджикистанцев застряли в российских аэропортах. Вот смотрите положение наших граждан. Люди спят где попало. Мы требуем от наших властей, чтобы они вывезли нас отсюда. Здесь в основном те, кто не имеет в Москве съемного жилья. У всех на руках билеты на самолет. О ситуации с мигрантами мы поговорим с правозащитницей, главой организации Тонг-Джахони, Валентиной Чупик. Здравствуйте, Валентина. Скажите, пожалуйста, сколько мигрантов из Центральной Азии, по вашим подсчетам, застряли в московских аэропортах? И что делает посольство, чтобы решить эту проблему? Уже гораздо меньше, чем было пару дней назад. По нашим подсчетам, изначально там было порядка двух с половиной тысяч человек. Но сейчас все это рассасывается. Забрали 260, потом еще 260, потом еще 170 пассажиров узбекской авиалинии. Забрали 376 своих пассажиров таджикской авиалинии. Кыргызский борт, насколько я знаю, просто не вылетел, но он должен вылететь сегодня. Так что, в принципе, ситуация постепенно рассасывается. Беда в том, что люди не хотят уходить с аэропорта, и туда прибывают все новые люди, которые надеются, что за ними пришлют самолет. И вот, да, действительно, в таком ужасном состоянии они там и ночуют. И это еще не худший вариант. Очень многие ночуют просто на тонюсеньких, я даже не знаю, как это назвать, кусочках полипропилена, расстеленных на полу. Ну вот понятно, да, что условия пребывания в аэропорту у людей очень сложные. Я немножко к другой теме перейду. МВД продлило иностранцев сроки пребывания в России из-за коронавируса. Смогут ли все легализовать свой статус, и что мигрантам нужно для этого сделать? Расскажите, пожалуйста. Категорически не все, и это очень большая проблема. Дело в том, что легализоваться фактически могут только те люди, которые, во-первых, полностью легально находятся в России на сегодняшний день. Во-вторых, только те люди, которые реально проживают по месту своей регистрации или как минимум находятся в хороших отношениях со своей принимающей стороной. Для того, чтобы продлить миграционный учет, нужно взять так называемую принимающую сторону собственника квартиры и вместе с ним явиться в многофункциональный центр, либо в отдел по вопросам миграции, написать ходатайство о продлении миграционного учета. Как вы догадываетесь, те люди, которые живут не по адресу своей регистрации, они с принимающей стороной фактически просто незнакомы, они это купили. В итоге они не могут продлить миграционный учет, и, соответственно, для них закрыты все пути легализации. То есть большая проблема существует. Валентина, еще к одной теме не могу не обратиться. Хочу спросить у вас о мигрантах, которые месяцами ждут своей депортации в центрах временного содержания иностранных граждан. Вчера мы рассказали в нашей программе о возникшей из-за коронавируса проблеме по их высылке. Как с ними сейчас обстоят дела, и как российские власти, дипломаты центрально-азиатских стран решают этот вопрос? К сожалению, дела у них обстоят крайне плохо. Миграционные центры депортационные переполнены. В первые дни после объявления карантина суды стали выдворять всех через СУФСИГИ, через специальные учреждения временного содержания иностранных граждан. Кроме того, граждан, прибывших из так называемых эпидемически неблагополучных стран, также стали выдворять через СУФСИГИ, причем провоцировали эти выдворения в буквальном смысле. В результате переполнены абсолютно все СУФСИГИ и просто не хватает места. Вчера я была в аэропорту Внуково, когда случайно встретилась с сотрудниками СУФСИГ Смоленской области. Они буквально бросались в ноги к представителями авиакомпаний и умоляли забрать у них граждан. У них двойное перевыполнение. На каждом месте предназначенном находятся два человека. Они не знают, что с ними делать. У них не хватает ресурсов питания. Люди вынуждены спать по очереди. В общем, это ужас какой-то. Валентин, большое вам спасибо. Я надеюсь, что ситуация в скором времени хотя бы как-то разрешится. Вам большое спасибо за интервью и всего доброго. До свидания. В Алматы 39 человек отбывают административные аресты за нарушение карантина. Только за минувшие сутки были задержаны 12 человек. Эти люди пытались окольными путями попасть в город в обход блокпостов. Несколько человек были задержаны в районе речки Аксайка, недалеко от Алматы. Однако при задержании ни один из них не смог толком объяснить причину своего поступка. Прям веских аргументов у них нет. Оснований на то, чтобы покидать пределы области. Все они пытались несанкционированно проникнуть в город Алматы, в карантинную зону. Только двое из них утверждают, что им надо было на работу, а остальные кому-то в гости, кому-то в магазин за продуктами. Но это не веские аргументы, чтобы ставить под удар жизнь и здоровье свое, прежде всего, и своих близких. Стоит отметить, что на каждом посту установлены камеры Сергея. За все время карантина нарушить правила пытались 83 человека, 44 из них оштрафованы. 39 уже отбывают административные аресты. Полиция напоминает, что за нарушение режима ЧП предусматривается штраф почти в 75 долларов или арест до 15 суток. А за неповиновение представителями власти штраф может составить примерно 15 тысяч долларов или тюремный срок. В Казахстане коронавирус распространяется и за пределами главных городов. Новые случаи заражения минувшей ночи выявили в северных и южных регионах. О ситуации в стране спросим нашего корреспондента в Нур-Султане Ярнура Дожжанова. Он с нами на прямой связи. Ярнур, привет. Что известно о новых зараженных? Расскажи. Привет, Шавкат. Коронавирус быстрыми темпами охватывает всю страну. Инфицированных уже выявили в городе-миллионнике Шимкенте, а также в Жамбылской и Североказахстанской областях. Ну а количество зараженных к этому часу выросло до 80 человек. Что касается самого северного региона, там зараженной оказалась студентка 1993 года рождения. Она на днях приехала из России. А вот в Жамбылскую область смертельный вирус завезли из Кыргызстана. Так говорят, по крайней мере, сами врачи. Инфицированный казахстанец с 1979 года рождения работает водителем и тоже буквально на днях прибыл из этого соседнего государства. Ну а в Шимкент коронавирус попал прямиком из столицы. Заболевший приехал в мегаполис на пассажирском автобусе из Нур-Султана 20 марта, то есть до закрытия карантина. К слову, сейчас власти все еще не могут найти остальных пассажиров этого рейса. Ярнур, а вообще какая реакция, какова реакция властей на расширение границ коронавируса? Что в частности говорят в Минздраве? Шавкат, для начала хочу сообщить. Буквально только что появилась новость, что первые два казахстанца, зараженные коронавирусом, уже выздоровели. Их выпишут, как говорят власти, сами уже завтра. Ну а что касается твоего вопроса, в целом власти озадачены распространением вируса. По словам министра здравоохранения, все самое худшее еще впереди. Он прогнозирует, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в первой декаде апреля. В связи с этим Елжан Бертанов настоятельно просит еще раз население оставаться дома и переждать этот период. Ближе к середине следующего месяца, как он утверждает, эпидемия коронавируса должна пойти на спад. Далее послушать предлагаю я его речь. Те меры карантинные, которые приняты, они по нашим расчетам позволили снизить передачу заболеваемости на 50%. Поэтому необходимы дальнейшие меры. Очень важно соблюдать меры карантинные. И возможно будет и далее усиление, о которых вчера президент сказал. Это позволяет прям чувствительно снижать скорость передачи инфекций. Спасибо, Ярнур. Всего доброго. Смотрите далее в нашей программе. Коронавирус наращивает обороты и собирает новые жертвы. Всего в мире скончались более 19 тысяч человек. В Испании в домах престарелых случайно нашли тела стариков, скончавшихся от COVID-19. Мы живем в муках. У нас нет никакой информации. Вы смотрите программу «Азия». В Узбекистане выявили еще пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Таким образом, число зараженных достигло 55 человек. Кто эти люди, где они заразились и как протекает их болезнь, в ведомстве не объясняют. Национальная авиакомпания «Узбекистан Хаво Юляре» запланировала 12 чартерных рейсов для возвращения находящихся за рубежом соотечественников. Даты и ориентировочное время прилетов опубликованы на сайте Министерства иностранных дел республики. Сегодня и завтра в Ташкент вылетят два спецборта из столицы России. 27 марта ожидаются уже три эвакуационных рейса из Дубая и Москвы и Стамбула. 29 марта самолет узбекских авиалиний доставит узбекистанцев на родину из Сеула. А 30 марта мигрантов в Ташкент доставят спецрейс из Петербурга. Жители таджикистанского села Халкаджар обвиняют местные власти в бездействии. Люди вынуждены самостоятельно справляться с последствиями селевого потока. В результате происшествия погиб один человек. Анашур Ванарипов побывал в этом селе. Жители села Халкаджар кружками и лопатами выгребают из автомобилей, домов и огородов жидкую глину. Погиб скот. Но даже если убрать всю грязь, имущество вряд ли удастся спасти. Помощи ждать неоткуда, говорят люди. Местная администрация и спасатели празднуют Навруз. Никто даже не пришел посмотреть, что у нас происходит. Никто не помогает нам разгребать грязь. По словам местных жителей, если бы близ их села заранее провели бы берега укрепительные работы, ничего бы не произошло. Жители затопленных домов вынуждены уже несколько ночей жить у соседей, чьи дома не пострадали. Стоя у соседей ночевали, не спали многие. Люди обвиняют власти в равнодушии к их трудностям, а приехавших спасателей – в бездействии. Не работают спасатели. Бегают и только бензин для своей техники ищут. Даже в сапогах отказываются спасатели залезать в глину во дворах. Ждут, пока засохнет все. Чиновники говорят, что грязевой поток затопил 200 домов. Сейчас они подсчитывают ущерб. Обвинения в бездействии они категорически отрицают. Чистим школу, разбираем завалы, работаем. Председатели района и чиновники сами ходят по домам и оценивают ущерб и помогают людям. Наводнение и грязевые паводки в Таджикистане – явление привычное. Ежегодно из-за них погибают десятки людей и рушатся сотни домов. Ущерб исчисляется миллионами долларов. Каждый раз власти заявляют о том, что пострадавшие получают денежную компенсацию и стройматериалы на восстановление жилья. Но сами люди рапортуют, что помощь – это мизерная. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. В Италии число смертей от коронавируса приближается к 7 тысячам. Между тем, международная общественность взбудоражена последними новостями из Испании. Власти забыли о стариках, которые живут в домах престарелых. Некоторые из них умерли от COVID-19. Подробности у Джаз Горги Берзивой. Испанская прокуратура начала расследование. Напомню, накануне военнослужащие при дезинфекции домов престарелых обнаружили пожилых людей, которые жили среди трупов. Эти люди, как предполагается, умерли из-за коронавируса. Родственники стариков обеспокоены и не доверяют информации властей. Эстер переживает за 97-летнюю маму. Мы живем в муках. У нас нет никакой информации. На сегодня в Испании более 40 тысяч зараженных и около 3 тысяч смертей от COVID-19. Но самая напряженная обстановка сохраняется по-прежнему в Италии. В этой европейской стране зафиксировано почти 7 тысяч смертей. Это в два раза больше, чем в Китае. Настолько пустынными улицы Великобритании не были со Второй мировой войны. Премьер-министр Джонсон вел жесткий карантин и велел британцам сидеть дома. Выходить можно только в магазин за покупками. Один раз в день для занятия спортом, а также для посещения врача и поездки на работу. Нам жизненно важно сделать так, чтобы коронавирус перестал распространяться от одного к другому. Вам не стоит встречаться с друзьями. Если кто-то из них предложит увидеться, отвечайте «нет». Кроме того, откажите в визите членам семьи, которые не живут с вами под одной крышей. Чилийские улицы тоже пустуют из-за карантина. По ним гуляют хищные животные. В кадры попала молодая пума. Она спокойно ходила по Сантьяго. Вероятно, спустилась в город в поисках пропитания. Вскоре на место прибыли полицейские, усыпили животное и отправили в зоопарк. Это самец-подросток. Ему около полутора лет. Год и два месяца, если судить по зубам. Он выглядит здоровым, весит примерно 35 килограммов. А вот Китай после вспышки коронавируса возвращается к обычной жизни. В Пекине уже открылись зоопарк и часть Великой Китайской Стены. Правда, в первый день сюда пришли не более тысячи человек. Сидеть дома просто ужасно, особенно так долго. Там было очень тесно. Сегодня я просто хотел прогуляться и хорошо провести время. И ребенка мы взяли. Именно об этом мы мечтали – расслабиться и выпустить пар. Власти города Ухань, где в декабре началась вспышка инфекции, объявили о том, что с 8 апреля с него будет снят карантин, введенный еще в конце января. Местные жители понемногу начинают возвращаться на работу, на заводы и в офисы. Добавлю, принц Чарльз, наследие британского престола, также заразился коронавирусом. Ему 71 год. Он входит в группу повышенного риска смерти от коронавируса. В завершение программы расскажем, зачем нужна в эти дни маска. Эти правила от ВОЗ спасут жизнь вам и вашим близким. ВОЗ спасут жизнь вам и вашим близким. Наши эпидемиологи смотрят эти развития постоянно. Субтитры создавал DimaTorzok На этом наш выпуск завершен. Я лишь напомню, что завтра мы также выйдем в эфир в 18.05. По времени Бишкека и Нурсултана не пропустите.